Привет, грязные нвахи! Вам не кажется, что наш красноглазый Морвенд погряз в чем-то неприятном, в чем-то... в чем-то нетолерантном? В чем-то, что срочно нужно истребить? Нет, я не про работорговлю. Работорговля — это святое. Кто ж нам будет плантации вспахивать вместо гуаров? Я, конечно же, о сексуальном харассменте. О чем же еще? О домогательствах, унижающих человеческое мерзкое достоинство. Да, но вы разу не знали, что сексуальное богательство — это не норма? Мы же с вами выше этого. Как можно вообще? И по современным веяниям, если женщина пролезла, скажем, на сцену, скажем, на сцену Морхолдского театра через постель, да, на показ замка Ксир, например, то виновата не женщина, которая решила использоваться этим инструментом достижения цели, приняв на себя такие последствия этого решения, а тот, кто ее туда протащил. Эгегей! Весело, да? Ну так вот, в нашем славном Моровинде стало слишком много харассмента, вы так не считаете? Нет, напрасно. А вот моддер под ником JCS иного мнения на этот счет. Не так давно, в июле, как видите, у меня только самые свежие новости, эта девушка выпустила мод, который активно уничтожает весь харассмент на Варденфелле. Какой к скампу еще харассмент скатал мне в миску, спросите вы, нормальные игроки? Я, например, задался этим вопросом, ибо за несколько лет игры в Моровинд своим тупоглупым, недостаточно продвинутым, прогрессивным сознанием не зафиксировал ни одного подобного момента. Ну как же? А красил скурио? Помните этого знойного мудака, который по квесту предлагает вам перед ним раздеться? А потом еще и поцелуй? Эх ты! Вот так и становятся нариваринами в буквальном смысле через задницу. Мы все помним, как страдали в тот момент на этой сцене, представляющей себе буквально жесткое порно. Какое унижение мы претерпели. Ведь независимо от Пола, Кай предлагает нам заняться с ним этим грязным делом. Помните? Вот и я не помню. Я, как и все, не стукнутые на голову благородные мэры и нэды любого Пола, помню только как Кай просит раздеться перед ним, а затем еще поцелуй от женщины. Самое забавное, что Моровинд настолько мерзкая игра, что даже дает возможность избежать этого. Да, не все знают, потому что ведь бы не всем это интересно, но дядюшку Красиуса можно подкупить за целый косарь дрейков. Косарь! Для вамжеватого нариварина, сделавшего к тому моменту капитал вот такой ширины, тысяча дрейков это не так уж и много. Однако кому-то походу не хочется платить, а хочется как обычно всего добиться через постель. Но через условную, да невозможности условную постель, это ж неправильно. Поэтому давайте мне голос Клоалу за просто так. Да. Что? Курио похотливый хрен, известный своим произведением «Похотливая органианская дева»? И чё? В жопу канон. Как вообще волнует канон, когда есть повестка? Кстати, о похотливой деве. А как с ней обошлась модификация? По идее, книга вообще должна быть вырезана из игры, это же харассмент в чистом виде. Там все строится на горничной органианке, которая активно занимается харассментом с графом. Таким образом, горничная и удовольствие получает, и работу сохраняет. Как говорится, и соленый рис съесть, и на эдрическое копье сесть. Как же с ней, с этой книгой-то быть? Честно говоря, я не в курсе, что там с ней. Зато, зато я в курсе о другом нововведении. Помните о бандите на дорогу на фирму Баллора? Нельсленда, кажется. Раньше он требовал от женщин поцелуя, от мужчины деньги. Благодаря моду, гнусный харассмент побежден. Даже мерзкий бандюга, заслуживающий смерти по законам суровой жизни материка, обязан быть толерантен и соблюдать современную повестку из толерантного до мозга костей параллельного мира. Автора мода почему-то не смутил тот факт, что он бандит. Видимо, лишить жизни за отказ платить это более толерантно, чем поцелуй. А знаете, кто еще должны быть толерантными? Да, Эдра. Например, Дремора по имени Анаэдра, произносивший фразу «Когда я убью тебя, то изнасилую твой труп. Не бойся, я сделаю это нежно». Он тоже попал под сокращение и теперь эту фразу не произносит. Как и в прошлом случае, автор не смутил тот факт, что альтернатива – смерть. Стоп, какая еще альтернатива? Тут вообще нет альтернативы. Тебе просто говорят, что сейчас тебя убьют, а тебе потом какая разница, что сделают с твоим трупом Муцера? Что? Хотите сказать, что женщинам, пострадавшим от насилия, этот момент не понравится? Да, не понравится, скорее всего так. Только какое это отношение имеет к харрасменту? Я так понимаю, статуям Деэдра нужно будет срочно прикрыться. Впрочем, это еще ладно. Знаете, что самое смешное? Свиток похищения магии был переименован из «Скролл оф мана рейп» в «Скролл оф мана лич». И действительно, рейп – это насилие, часто изнасилование. Но никому же в голову не придет, что твою ману насилуют или насилуют тебя при изъятии маны. Это язык такой. Вы представьте, если бы у нас при переводах игр, например, убрали слово «иметь», потому что его еще используют как обозначение секса. Или слово «трахнуть». А, ну да, оно же уже исчезло весь контекст. Ударить в нем отныне полностью отсутствует. Ай, люди-люди, что с вами не так? Ладно, что такое лич? Ну, кроме того, что мы уже знаем о личах. Давайте-ка посмотрим. Так, это явно не боковая шкаторина. Что это вообще слово такое шкаторина? Это, видимо, пиявка. Ну, то есть пиявка пьет кровь, а точнее сосет кровь. Она же кровь, не налитую в блюдце. Пиявка ее высасывает. То есть изнасилование магии мы заменили на отсос магии. Батюшки, шило на мыло. Похоже, Джейси Эс недостаточно изучил этот вопрос. И потом, кровопийца. Неужели изнасиловать это хуже, чем выпить человеческую кровь? Ну, с другой стороны, насильников по миру действительно достаточно. А вот вампиров не очень. А все потому, что мы умеем хорошо скрываться. Меня вообще еще никто не спалил ни разу. Знаете, я вот сижу и вспоминаю, как в каком-то 2005 году скачал идиотский мод, где в конце в награду тебе дается стеклянный посох с названием «Жопоковырятель». Джейси Эс бы оценила. Ладно. Можно, наверное, изначально подумать, что я считаю эту самую Джейси Эс какой-то тупой дурой. Но нет, на самом деле нет. Я не считаю ее тупой, и я не считаю, что она сделала что-то плохое или ненормальное. Как раз наоборот. То, что она сделала, это нормально. В том смысле, что подобное вошло уже в норму вещей. Это как воровство. Это тоже нормально, потому что происходит повсеместно. Но это плохо. В том же самом понимании этого слова. Оглянитесь вокруг. Мы в мире, которым правит толерастия и лицемерие. Как поет группа Хасвуд, весь мир лишь фальш-фальш-фальш. Сексуал харассмент – это еще одно ее проявление. Вместо того, чтобы действительно защищать уязвимых к этому женщин, помогать им оправиться от подобных потрясений, искоренять таких людей и такой образ мышления в принципе, что они делают? Они решают личные вопросы. Они хотят славы, хотят денег. Поэтому, получив два десятка лет назад роль через постель, они вдруг сегодня вспоминают о жестоком харассменте со стороны уже забывшего тебя, блядь, такую режиссера. Любой, хоть на йоту наблюдательный человек, не живущий в стране эльфов и единорогов, понимает, что нередко женщины, как и мужчины, сами идут на такие и не только такие меры. Сами с радостью подставляют все дырки, а также продают совесть, честь за материальные блага, за славу, за деньги. Серьезную проблему превратили в фарс. Вот оно, лицо современного мира. И на этом фарсе люди делают капитал, как медийный, так и материальный. И на этих идеях воспитываются молодые, а также просто легковнушаемые люди-флюгеры, которые замечательно, как губки, впитывают все, в кавычках, прогрессивные идеи. И о мужеложестве, и о феминизме третьей волны, и вообще обо всем. Стоит ли удивляться, что какая-то молодая девушка решила, ведомо этой идеей, сделать подобный мод. Так что она не виновница, и она жертва промывки мозгов. Притом, она все сделала правильно. Она тихонько сделала мод, который никому не навязывала. Не бегала и не брызгала слюной, визжа о том, что все мужики-сволочи, харассман повсюду. Нет, она просто сделала мод и все. Притом, не просто вырезала и удалила что-то, она заменила, по крайней мере, местами. Например, тот же Красиус вместо прелюдий дает тебе почитать своего книгу про органианскую деву и спрашивает твоего мнения. И характер персонажа сохранен, и харассминта нет. Притом, когда люди кинулись осуждать JCS, она, как пишут в статье, не огрызалась в ответ, отвечала спокойно. Я не могу это подтвердить, свечку не держал, но я гарантирую, что далеко не все ее критики выражали именно критику, а не просто оскорбляли последними словами. То, что сделала она для нее, в ее системе ценностей, совершенно нормально и правильно. Она не причина, а наследствие. Заметьте, она не подавала заявок на новость. Она не писала о себе в статье, она тихонько сделала мод. А другие его нашли и раззвонили на всю округу. Смотрите, какая тупая, мол. Не с ней нужно бороться. И не с модами, а с пагубной идеей и теми, кто их порождает. С теми, кто любую проблему превратят в фарс, закрыв пути к ее решению и таким образом усугубив ее до состояния нерешаемой. Потому что пока будет такое активное навязывание идиотских идей, всегда будут и те, кто их не примет. И очень скоро их станет очень много. И далеко они все из них будут вежливыми по отношению к навязывающим. А авторы этих идей на таком противопорстве будут делать капиталы дальше. Им плевать на всех, кроме себя. Такие вот дела. Поэтому не удивляйтесь, что в игре, переполненной убийствами, насилием, кровью, работорговлей, наркотой, кто-то вдруг неожиданно нашел харассмент. Я бы наоборот удивился, если бы его там не нашли. Жду патчей на Скайрим, где у статуй Даэдра и лично Мары отколют каменные сиськи. Потому что сиськи это нельзя. Ютуб не даст соврать. До свидания, сэры и мудсэры. Соленого риса всем, кто поставил лайк и подписался, и кружку мацата за мой счет. А тем, кто этого не сделал, скатывал вам в миску. И под подушку тоже. Дальше вы не пройдет, пока не получите бумаги. Дальше вы не пройдет, пока не получите бумаги. Редактор субтитров А.Семкин